Завтра в Армении состоится саммит лидеров стран-участниц УДКБ Организации договора коллективной безопасности, где мы состоим. Ожидается, что в Ереван прилетит и Владимир Путин, а если помните, совсем недавно там прошли митинги с требованием выйти из организации факельным шествием у российского посольства с антикремлевскими лозунгами. Напряжение в обществе появилось после сентябрьского конфликта с Азербайджаном, когда Никол Пашинян не получил той помощи от организации, которую просил. Нам стало интересно, а что на повестке? Может ли председательствующий премьер Армении, например, заявить о своих претензиях или вообще махнуть на все рукой и выйти? Саммит УДКБ в последние месяцы проходит с завидной регулярностью. Впрочем, это неудивительно. Вокруг все стремительно меняется, а каждая страна организации в состоянии перманентного или не очень конфликта, кроме Казахстана. Спасибо нашей многовекторности. Одни вопросы решаются вполне себе мирно. Вспомним Кыргызстан и Таджикистан. Другие не упоминаются вовсе. Россия о своих проблемах в УДКБ не говорит. А третьи упоминаются дипломатически осторожно. Это об Азербайджано-армянском конфликте. Именно этот горячий спор намерены обсудить главы государств УДКБ завтра в Ереване. Правда, в самой столице Армении этой организации давно не рады. Народ в Ереване то и дело выходит на протесты. Сигнал к властям всегда один. УДКБ нам не помогает, а значит мы в нем не нуждаемся. Мы против незаконного договора 9 ноября, который был подписан предательскими капитулянскими властями. И мы против незаконного бесполезного формирования под названием УДКБ. Официально в УДКБ споры между Арменией и Азербайджаном обсуждались не раз. Итогом всегда были рекомендации о переговорах и мирном разрешении конфликта. Армения требовала четкой позиции партнеров, но так ее и не услышала. А в Азербайджане посыл Еревана к УДКБ называли попыткой столкнуть организацию с официальным Баку. Неудавшейся попыткой, кстати говоря. Мы не являемся членом этой организации, а Армения является. И по линии УДКБ она намеревалась предъявить Азербайджану необоснованные претензии. Фактически хотела поставить страны-члены лицом к лицу с Азербайджаном. Это большая провокация и серьезное преступление. В Ереване эти слова опускают так же, как и прошлую просьбу Армении в УДКБ. И просто ждут завтрашних решений. Критической точкой отношения армянского народа к УДКБ и, конечно, властей будет вот этот саммит, который состоится завтра в Ереване. Если на ней не будет конкретного решения по Армении, по запросу Армении принято, то, конечно, здесь оставаться нам неизация, которая фактически в большей степени защищает интересы Азербайджана. Не члена организации, а не Армении, которая является членом организации. Поэтому, конечно, моя позиция, что УДКБ для нас неэффективна, а может даже опасна, конечно, не меняется. Помимо армяно-азербайджанского конфликта на саммите должны обсудить проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации. Формулировка весьма размытая и может укрывать в себе и вопрос Украины, считает Степан Григорян. По правилам организации, председательствующая страна может выдвигать инициативы совместной работы. К слову, завтра роль председателя УДКБ от Армении перейдет к Белоруссии. Если Россия завтра скажет казахам и армянам, ребята, вы с нами УДКБ, вот Украина, и у нас война, там проблемы. По четвертой статье договора УДКБ, вот эта статья о коллективной обороне, мы просим вас отказать нам содействие. Абсолютно корректный вопрос, и тогда будет очень трудно отвечать, потому что председательство берет Беларусь. И здесь Беларусь может уже выступать с инициативой. Отмечу, что официально на саммитах УДКБ конфликт в Украине еще не обсуждали. Однако с переходом председательства к Беларуси этот вопрос вполне возможно будут поднимать. Вот только в каком ракурсе остается пока догадываться и ожидать завтрашнего заседания. Друзья, не забывайте подписываться на наши социальные сети, там вы найдете больше эксклюзивной информации, больше интервью, больше мнений экспертов и больше аналитического материала. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok